Когда люди берут Instagram и говорят, сейчас я, знаете, я тут сейчас была вот тут, я там, господи, боже мой, как это возможно? Вы всегда, в любом случае, в коммуникации предполагаете, что есть другой человек. Вот когда вы с кем-то взаимодействуете реально, у вас есть куча всякой сенсорной информации. Лайк не есть отклик от реальности. О чем сегодня, значит, я хотел с вами поговорить. На меня тут обрушились со срочным делом, вот. И сейчас я думаю, вся моя голова занята объяснением того, что произошло с человеком в рамках четвертой цивилизационной волны. Тофлер предсказал нам три волны, аграрную, индустриальную и информационную. Но мы сейчас, очевидно, находимся в четвертой волне. А особенность волн, почему вообще важна эта классификация, это даже, знаете, не столько из Тофлера, сколько из понимания сути. Вот. Это абсолютно разные средовые истории. То есть среда нас формирует, да. У нас мозг кроманьонца. В какой среде он окажется, так он будет структурирован. Среда аграрная совсем другая, чем среда, например, наша, да. Почему? Потому что там вы живете в маленьком мире, своей общины. У вас не больше 150 человек, вы занимаетесь сельским хозяйством, вы зависите от сезона, от того-сего пятого-десятого. У вас нет образования, у вас есть куча традиций. У вас вообще может не быть религии еще, потому что она в этом, как бы сказать, нужна, не нужна. Она может быть какая угодно, как там у Мережковского где-то была в романе, значит, в Антихристе. Она была такая смешная, это кто-то говорил, у бабки спросили, значит, это Антихриста про Петра Первого, там у него первые. Вот, да, ее спросили, что такое Святая Троица. Она сказала «Иисус Христос, Бог наш и Никола Угодник». Вот, значит, ну, то есть оно абсолютно, может быть, не нужно никакого структурирования. В индустриальной волне совсем другая история. Люди перебираются в города, начинается урбанизация. Патриархальная семья перестает функционировать, происходит женская эмансипация. Образование становится доступным, всеобщим, по сути дела, нету больше безграмотности. То есть, знаете, галактика Гутенберга началась не в тот момент, когда станок изобрели, а в тот момент, когда все читать научились. Так-то изобретать можно все, что угодно, то вот этого будет немного. Вот, это совсем другая среда для мозга. И дальше начинается информационная волна, которая начинается с телевидения. Потому что, в телевидении, вы из вот этого города попадаете в большую деревню, в которой существует, в которой существует, все происходит одновременно. Понимаете? Вот люди сидят и переживают по поводу лайнера, упавшего там в пяти, в десяти тысячах километрах от него. Ну, как бы он в жизни бы не узнал про это. Все переживают, там лайнер упал, тут война началась, там, значит, эмбарго, там еще что-то. Это откуда? И сидит человек. Понимаете? Раньше, посмотрите, он в селе сидел там, 150 человек вокруг. Ну, кто-то ногу сломал, может, там кого оса укусило. Ну, как бы у них... Вот уровень событий, событийности. Тут такое... Ого-го! Вот. Да. Но в чем особенность цифровой волны? Тофлер считал, что информационная будет последняя. Потому что было сложно представить, что как еще может измениться среда. Но мир имеет свойство преподносить нам сюрпризы. И вот главное изменение среды, которое сейчас произошло, это формирование нового пространства существования. Потому что что такое... То есть мы, смотрите, существовали в рамках общины, да, мы существовали в аграрной, мы существовали в рамках полиса города, да, производства там и так далее. Мы существовали в рамках большой уже деревни, да, всего мира. То есть мы находимся в этом информационном контексте, мы можем понимать, что в других странах другие идеологии, другие религии, другие культуры там и так далее. Раньше советские люди смотрели, любимая передача была какая? Время. Время они не любили. Вот. Но они смотрели. Вот. Да, да. Называлось «Клуб кинопутешественников». Потому что по телевизору показывали вам... Ну, еще Николай Николаевич, понятное дело, там тоже животные, они в разных тоже местах находятся в мире. Вот. Это был наш взгляд, так сказать, наше окно в мир. Вот. Большой. И... Да. И было сложно представить, а как, что еще, куда еще дальше расширяться? И вдруг оказалось, что можно создать параллельную реальность. Когда вы достигли дна, и оттуда постучали. Вот. Можно создать параллельную реальность. И я вот просто... Ну, для меня это субъективно. Я вообще как пришел к этой мысли? Значит, я вот это все... Поскольку я занимаюсь поколениями, исследованиями поколений, и вообще все, что делается в этом. Вот. Направление, я вам так скажу, с точки зрения науки крайне спорное, по причине того, что не вполне понятно, что мерить, как с чем-то измерять, там и так далее. Вы можете найти книгу, в которой вам будут рассказывать, что поколение Z – это конец света, и привет. И можете найти книгу, в которой он скажет, что лучшего поколения нет и никогда не будет. Вот. Наслаждайтесь. Да, поэтому там с точки зрения научности плохо, но все равно какие-то вещи появляются. И вот ряд исследователей говорит о наличии, появлении абсолютно самостоятельных субличностей. То есть, когда человек... Мы с вами все с я боролись, я помню, на красные таблетки. А теперь представьте, что надо убить не одно «я», которое ваше, так сказать, эго, а надо убить три, потому что в разных средах возникают разные «я». Значит, вот, опять же, на красные таблетки у нас с вами есть этот эксперимент, да, когда мы, значит, работаем по созданию максимальности, максимально напоминающего самого себя настоящего виртуального образа, да, для того, чтобы почувствовать, что мы испытываем выраженное сопротивление для того, чтобы сообщать про свою настоящую жизнь, потому что нам надо как-то выглядеть для других. В конце концов, мы одеваемся же для других. Смотрите, какой красивый сегодня. Это для вас. Вот. Да, мы все делаем для других. Мы... Дома я хожу в халате. Это, честно вам скажу, это я невозможно... Я вообще не понимаю, какая может быть одежда, кроме халата. Вот. Но я бы, если бы вошел, это бы вас фрапировало, я думаю. Вот. Поэтому я пока держусь. Ну, ладно, это чуть-чуть осталось, но пока держусь. Вот. Но это шутка. Да, мы в социальных сетях создаем вот этот другой образ. Но в чем фишка? Если это создает, например, представитель поколения Х или представитель поколения Игрек, который является... Как это? Цифровая среда. Есть там аборигены, это те, которые там родились, а есть те, которые туда, значит, приехали. Вот. Иксы, Игреки, понаехавшиеся из реального мира в среду социальных сетей и прочего всего этого хозяйства. И когда мы туда пребываем, у нас все равно как бы центр тяжести находится на... В мире реальном, да? У нас там интересы, у нас там отношения, там и так далее. Вот. И хотя там многие люди уже старшие следят друг за другом, моя мама смотрит меня в Инстаграме, потому что там меня каждый день показывают, вот, а так и не каждый, вот. Но она-то понимает, что есть где-то я реальный, есть она реальная, вот, ну, как бы, и есть вот этот, как бы, коммуникативный фактор. Вот. Инструмент. Но для аборигенов, для поколения Z, это уже им сложно разотождествиться с тем образом, который они создают в социальных сетях. Я никак не могу... Я рассказываю крупицы, по которым у меня эта мысль формировалась. Вот. Я вдруг, значит, заметил одну интересную вещь, что представители поколения Z, старшим Z сейчас 25 лет, они оценивают привлекательность человека не потому, насколько он привлекателен на самом деле, а потому, насколько он привлекателен на фотографии. То есть, вот, если есть классная фотка, значит, вот, все, красота невозможная. Ну, вот. А в жизни в халате ты не в халате вообще видел кто, и так далее. То есть, вот это я, формируемое в социальной сети, оно оказывается тяжелым субъективно, да, потому что и с этим я коммуницирую, да, за этим я следят, да, за этим я... Мне вот это нравится. Я вот никогда не могу понять. Мы тут идем в эфир в Инстаграме, вот. Но когда люди берут Инстаграм и говорят, сейчас я, знаете, я тут сейчас была вот тут, я там, господи, боже мой, как это возможно? Ну, вот, ну, это, ну, я старый, вот. А так, ну, да, вот была то, с кем она говорила? Ну, то есть, вот, это что это, вот, да? Вышел из туалета, сказал, да, я сходил в туалет, вот. И что это было? Ну, как бы это вот, как будто бы это настоящая там жизнь, в которой вот интересуется всем происходящим. Ну, вот вы, вот, если вы не понимаете, что, почему это меня травмирует, вот представьте, что вы встречаетесь с реальным человеком, и у вас разговор, да? Вы же фильтруете, что вы будете говорить, в зависимости от того, в каком он состоянии, да? Ну, согласитесь, да? Вот он сидит, плачет там, я не знаю, смеется, вот. Он смеется, вы хотите поделиться горем, что вы сходили в туалет и неудачно, понимаете? Ну, явно не тот случай, да? Вы не будете этого делать. То есть, вы всегда, в любом случае, в коммуникации предполагаете, что есть другой человек. А здесь коммуникация есть, а другого человека нету. Значит, вот теперь представьте, если мы говорим про, вообще, про отношение. Это важно всем, кто изучает троицу, так сказать, да? Если мы говорим про отношение. Мы говорим про то, что, значит, есть та сторона отношений, которая воспринимает свой мир абсолютно по-другому, да? Значит, то, как мы интерпретируем, это всегда ошибочно, потому что мы не знаем, как он ее воспринимает. Вы на троице убедились в том, что люди могут так себе видеть, что вообще непонятно, как можно было в этом увидеть это. Да, и у нас есть коммуникация, потому что нам оттуда отвечают, нам оттуда взаимодействуют. Мы получаем отклик от реальности. Лайк не есть отклик от реальности. То есть, он может восприниматься, как отклик от реальности, но на самом деле, как лайк и дизлайк, или что там, какие бывают действия, вот, это не есть отклик от реальности, потому что нету агента. Вы получили, ну, там некоторые изучают, кто кому лайк поставил. Я не знаю, раньше это было. Я помню, мне жаловались, что девушка может ругаться на молодого человека, что он не туда лайк поставил. Значит, можно отследить, я из этого делаю вывод, что можно понять, кто его ставит. Но неважно. Да, и абсолютно нету фактической коммуникации. Она не содержательная, понимаете? Это вот как иллюзия, есть такое когнитивное искажение, как же она называется, иллюзия вот этого, что разнообразие выбора, альтернативы выбора, да, когнитивное искажение. Когда вы решаете, значит, я пойду сегодня вечером в кинотеатр или не пойду сегодня вечером в кинотеатр. Есть ощущение, что у вас есть два выхода. Ну, два решения. У вас нету двух решений. У вас есть одно решение, связанное с кинотеатром. Это одна опция. Если вы говорите, я пойду в театр, в кино, в ресторан или там в ночной клуб. Есть еще ночные клубы, нет? Жаль, потому что посмотрел бы. Вот. Да, значит, вот они все есть. И вот это выбор. Здесь вы совершаете выбор. А пойти в кино, не пойти в кино, вы не совершаете выборы. Нету альтернативы на самом деле. Это кажущаяся альтернатива. Да, и вот этот лайк, этот дизлайк, это то же самое, это кажущееся сообщение, но на самом деле, если бы оно, ну там, условно говоря, наличие смайликов, плачущих, смеющихся, это уже многообразие языка по сравнению с этим лайком. Значит, и вот к чему я веду-то, что вот в этой цифровой среде у вас, да, есть еще третья личность, геймерская, мне совсем сложно это понять, вот, но я могу себе представить, что люди, которые не встают из-за компьютера сутками, ходят под себя, в подгузник и так далее, личность у них там какая-то мощная, ну то есть, вы представляете, что там должно быть за эго, чтобы бороться за него, будучи там в 30 лет, ходить, так сказать, под себя. Вот, это бывает, но должно сильное расстройство быть, на здоровую это голову нет. Значит, вот она история, при которой у вас вообще еще одна личность, абсолютно самостоятельная, абсолютно средовая, организованная, той средой, да, что такое? Личность – это продукт социализации. Помните, мы с вами говорили? Ваше эго – продукт социализации, обычное эго, потому что вы, я сказал, да, что три субличности, или я пропортировал, да, это вот, называется дневная, ночная и геймерская, но вот ночная – это сетевая, вот, ну, как я считаю, вот, но это, опять же, да, и вот смотрите, личность – это продукт социализации, то есть вот вы оказываетесь в некой социальной группе, вы со всеми этими людьми находитесь в отношениях, и то, что происходит с вами, когда вы находитесь в этих отношениях, является этим вашим эго, да, значит, если вы находитесь полностью среди этой группы, и кто-то там откуда-то, как бы сказать, начинает на ваше эго нападать, вы даже не чувствуете, что попадают на эго, вы просто говорите, это, как их, это, как их там всех оскорбляют, ну, да, хитрый, или нет, вот прямо, вот, такие социальные группы, когда фактически, маргиналы, вот, или, которые, вот, средневековые, это что такое, средневековые, да нет, этот, как его, в общем, идиоты, разные культурные названия и дебилов, вот, да, это маргиналы, это, значит, этих, как его, что, кто, нет, я имею в виду, как и делал, этот, вот, как говорят, мракобесы, во, еретики, мракобесы, назвали мракобесы, вообще это вас не касается, потому что они, как бы, не находятся в поле вашей, они не влияют на вашу социализацию, они вас не делают, да, то есть вам актуально, вашему, я, вот этому внутреннему, только та социальная группа, отношения, с которыми у вас, отношения, которые у вас фактически есть, да, а с которыми у вас нету отношений, вы по этому поводу и не тревожитесь, не переживайте. Вы помните этот, Филипп Филиппович, понимаете, сидит, вы кто, вот, я швондер, ну и совет жильцов вашего дома, спросите, кого, чего, на чем, на совете жильцов, значит, это, он, для него вообще непонятно, пришли люди, вот они, они у них, теперь у него пролетариаты есть калоши, это мои калоши, которые поперлись, значит, в таком-то году, вот, то есть, да, и теперь представьте, что есть вот эта социальная среда, которая делает дневную личность человека, то есть все фактические отношения, которые его формируют, теперь представьте, что виртуальная среда, это тоже огромное количество, как бы социальных отношений, которые человека формируют, формируют его личность, можно четко говорить, что это не субличность, а это сетевая личность, ну, точно так же, как и геймерская, потому что там тоже свои какие-то табели о рангах, свои какие-то социальные группы, какие-то там, кто крутой, кто не крутой, там и так далее, кого взяли в бой, кого не взяли, вот. Да, вот она, соответственно, и это действительно личность. И вот давай, и вот что меня больше всего драматизирует, значит, в рамках всего происходящего, это то, что вот эти личности, ну, там, геймерская, просто надо понимать, что геймерская с сетевой скоро объединится. все понимают, да, следующий этап, я это писал везде, следующий этап эволюции социальных сетей, это появление, значит, это переход в аватары, это использование виртуальной реальности, дополненной реальности, это очки, вот, то есть вы будете ходить в очках, вам не надо будет выходить из сети, потому что вы будете идти в очках, тут же люди с вами будут вместе идти, значит, с кем бы, вот, если вам надо идти, если вы сидите, они у вас тут в квартире сидят, сейчас люди переживают, что у них, может, дома в бардак, они как зуму готовятся, они пытаются расчистить фон, вот, да, а тут просто этот фон уже будет наплевать, какой фон, потому что он все равно, как бы, нарисованный, вот, да, следующее, а единственное ограничение, это скорость интернета, да, и батарейки, батарейки, чтобы на носу тяжело держать тяжелый объект, вот, но теперь же, может, дистанционно, вы сюда одели, здесь у вас батарейка, а эта у вас здесь питается, и все, вы сидите прекрасно в очках, смотрите, так сказать, на своих друзей, и общаетесь с ними, вот, душа за душу, вот, да, значит, и вот идея, про что я пытался, что является, на мой взгляд, вот, фундаментальным изменением, да, это то, что у нас есть социальность, да, без социальности и без непосредственной коммуникации, значит, тут есть такое понятие, называется, сенсорная депривация, да, много экспериментов по этому поводу проводилось, там, и так далее, значит, вот, когда вы с кем-то взаимодействуете, реально, у вас есть куча всякой сенсорной информации, чтобы мы понимали, проблема с зумом, она состоит в том, что у вас очень низкий уровень информации, который вы получаете от человека, он не двигается, не ходит, там, и даже если он покраснеет, вы не можете этого идентифицировать, поэтому вы его не очень хорошо понимаете, вам нужно его додумывать, да, потому что если у меня много информации от человека, он пришел, палку поставил, положил, у доски ходит, на вас смотрит, там, и так далее, в этом есть куча информации, уже можно понять, что вообще, как бы, контекст происходящего, да, вот, такой объемный, в зуме у вас нету этого контекста, вы смотрите на этого человека, и все, что вы получаете, это словесную какую-то информацию, плохую мимику, и все надо додумывать, ну, а что бы это могло значить, если, ну, все же звучит в контексте, смысл появляется в контексте, да, вот, если этот контекст обстоятельств, поведение меняется, вот, вы этого уже, этот клабхаус, конечно, я вообще, я не понимаю, они больные, что ли, это какой-то, это разговаривают по телефону, понимаете, что с ними случилось, вот это, это, ну, как бы, и спокойно, то есть, незнакомые люди друг с другом разговаривают по телефону, им хорошо, ну, то есть, вообще, какой информацией они обмениваются, ну, задумайтесь, да, это все равно, что с кем-нибудь познакомиться по телефону, влюбиться по телефону и отправиться на свидание, это же абсурд, да, почему мало информации, согласитесь, да, кроме телефона-то, вот, но нет, им нормально, я вообще в ужасе, как это возможно, но не важно, да, это я почему-то разум сказал, что когнитивная нагрузка очень большая, аварий стало больше в Соединенных Штатах, все устали от зума, не могут, сконцентрируются, они находятся внутри, внутри собственной башки, да, вот, почему, потому что ты же внутри все это считаешь, да, и ты привыкаешь на свои образы других людей, реагировать более активно, чем на фактических других людей или вообще какие-то обстоятельства реальности, которые перед тобой есть, да, фотография прикольная, все, значит, этот, как его, надо брать, понимаете, а в жизни, что крокодил, ну, в общем, какое-нибудь животное, вот, это не надо уже, все равно, есть, нету, не наплевать. Вот, значит, про что я вам рассказывал, да, и это абсолютно конструкция, при которой нам кажется, что виртуализация расширяет границы, но на самом деле она предельно загоняет нас в границы собственного, это шизофрения. Я сейчас почему-то напомню, Света Татьяна Владимировна, да, мы выступали тут вместе, у нее всякая психиатрическая какая-то идет история, она говорит, вот, доктору Курпат, его можно снять, и вот, да, и вот я, это же шизофрения, доктор Курпат, где я, а он, нет его, вот, это же я сам, вот, да, значит, шутки, да, и получается, что я реагирую, это же шизофрения, он реагирует, ну, представьте, вы слышите голоса, ну, внутренним взором, внутренним слухом, вы слышите, что у вас внутри головы говорит голос, да, он говорит, хватит уже читать эту лекцию, ты посмотри, им всем наплевать, ну, что ты здесь вообще распинаешься, ну, я с вами разговариваю, а он там тихо, ну, там с собой говорит, сообщает, это я вам правду говорю, нет, шучок, вот, да, он разговаривает, и в какой-то момент я начинаю слушать его больше, чем то, что я воспринимаю извне, это и есть развитие, собственно говоря, психоза, да, вся драма разворачивается внутри меня самого, причем она разворачивается настолько в психозе, что я, из меня даже эмоции не выскакивают, ну, потому что, если бы мне кто-то бы начал говорить, уходи отсюда, мы не хотим тебя слушать, я бы, ну, обиделся, сказал, что это такое, вы творите вообще, ну, была бы эмоция, да, а тут мне в голове говорят, иди отсюда, да, а я, он, шизофреник, может, так сказать, что за ним, над ним сейчас ставят сверхъестественные эксперименты, он смотрит на вас так, если бы на вас, вам что-нибудь отрезали бы, или бы в голову что-нибудь, вшивал там, какой-нибудь, марсианский маск, эту пилюлю какую-то в голову, вы бы как рассказывали про это, если бы это на самом деле было, сейчас заходит вас в аппарат, говорит, слушайте, ну, все, уже хватит, сейчас мы будем с вами, наконец, делом серьезным заниматься, и какая была бы эмоция, да, она бы была внешней, потому что она бы взаимодействовала со средой, а это настолько внутри меня, ну, вот, да, надо мне ставить эксперименты, да, вот это все, у меня тут уже чип, я тут передаю, шапочка из фольги, и все, вот, и спокойный, да, то есть настолько все это оказывается внутри, что нету внешней даже проявлений этого, коммуникативного, и вот виртуализация, это на самом деле за, за, как бы сказать, не то, что мы всю дорогу шли по расширению границ, из-за гражданого, в индустриальное, в информационное, и в цифровое, нас сказали, шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу И мода всегда предполагала некие тренды, к которым все хотели стремиться. Если в моде, я помню, застал время, когда было то мини-юбки, то до колена, то покрытое колено, не покрытое. Что в этом сезоне? Какая длина юбки модная? Мы вошли во время, когда вы можете одеться как угодно. И это абсолютно нормально. Если вы спросите дизайнеров, они вам скажут, что сейчас такое время, когда просто самовыражайся. Это почему? Потому что ты сам для себя делаешь, потому что все остальные вообще не интересуются. Улавливаете? Мы в таком мире организуем, что если ты оделся в это непонятно, то все остальные должны радоваться. Они радуются по твоему впечатлению, потому что они же там внутри у тебя головы. Они лайки тебе поставили, в конце концов. Ты же в этом еще и сфотографировался. И так далее. И чем ты страннее одет, тем больше будет лайков. Но отсутствие трендов, в котором приматы хотят примазаться, в которых они хотят участвовать. Только молодые приматы еще сохраняют эту бодрость. Тикток – это хорошее место для демонстрации, как приматы ведут себя как приматы. Что такое челленджи в Тиктоке? Это классическое действие примат. Вы приходите в зоопарк, показываете обезьяне, и они – вот все. И там тоже такое движение сделали, все такие – о, все. Ну, это толпа приматов. В хорошем смысле. У них еще сохраняется социальность. Они видят другого примата, который способен что-то сделать. А следующий уровень – это все, привет. Больше нету визави. И поэтому, что значит цифровой человек – это вот такая вот, это и есть цифровая, цифровой аутизм или социальный аутизм. В общем, зачем я вам про это рассказал, я не понял. Значит, что я вам хотел рассказать. Это сейчас будет связано, вы поймете. Значит, ну, вы занимаетесь… Сколько у нас срезов одного объекта? Это я сейчас про мышление говорю, да? То есть, условно говоря, у нас есть интеллектуальный объект, который называется, условно, троица. Значит, вы его можете срезать и увидеть его как типологию, да? Вы его можете порезать как-то по-другому и увидеть как способы думать. Потому что представители разных типов формируют разные модели реальности. Вы можете порезать его как способ организации знания. То есть, здесь вы как личность, не личность, а примат, особь, да? С определенной активностью, определенной зоной специфичностью. Как способы думать, да? Это способы сборки интеллектуальных объектов. Одни исходят из сущности, другие исходят из причинно-следственных связей, другие используют образы и санитивные структуры. Способ организации знания – это то, что называется векторным кольцом, да? Когда у вас, вы понимая, что существуют несколько моделей сборки реальности, и у разных типов они выявлены в разном образе, вы делаете, строите векторное кольцо, где в основе у вас сущностный способ сборки – это что во среднем контуре у вас причинно-следственный, как, да, как вы это что делаете, и во внешнем – это ценностный, да, зачем вы это делаете, зачем это нужно, для чего и доколе. Вот, да, значит, я просто… Это хорошая демонстрация того, как концепт, в зависимости от… Он продолжает быть инвариантным, хотя вы его смотрите в разных средах содержательных, да? В одном случае типология, вот. Мне наименее интересны, но наиболее интересны людям, которые хотят знать, какого же они типа, потому что если они понятны, то они, значит, вот есть ответы на все вопросы. Вот. Способы думать. Мне это интересно именно для того, чтобы понять, каким образом создавать коммуникацию, понимая, на какие триггеры реагирует представитель вот такой интеллектуальной сборки, как он конструирует мир для того, чтобы его реконструировать, да, вот, потому что на психотерапевтическом приеме это вот очень ощутимо, да, то есть вот приходит к тебе пациент в первый раз, вот, и он начинает с тобой говорить, и ты там через 5-10 минут понимаешь, что тебе предстоит. Вот. Потому что если у тебя там пошли эти шпалы-шпалы, рельсы-рельсы, вот, причинно-следственные, вот, то готовься, что сейчас ты будешь матчасть излагать просто, так сказать, с определениями. Вот. Если у тебя этот, пошли вот это, пытаются с вами построить отношения в этот момент, вот, когда вроде бы пришли лечиться, а вот уже надо сначала убедиться, что мы одной крови, да, вот, и после этого мы пустим вас дальше, вот, то тут начинаешь строить отношения, да, и есть такое, когда есть спектакль, и надо правильно восхититься, чтобы не усугубить заболевание, потому что если вы так восхитились, что, ну, вот это, я больше люблю эту фразу, у меня такой случай, вы по мне докторскую диссертацию сможете заседать. Вообще в природе нет диссертации по одному случаю, вот, если это только не какой-то исторический персонаж, в истории есть, в истории психиатрии есть диссертации, которые делают по психическим расстройствам каких-нибудь отдельно взятых известных личностей. В частности, у Бехтерева был знаменитый этот апперсивный эпизод, когда он, собственно, был госпитализирован к нам еще студентом в клинику, которую потом возглавил. Ну, вот по этому поводу была защищена диссертация. Да, но неважно. В общем, восторг, да, надо не сказать, «Боже, неужели у вас такое расстройство?» Ну, тогда все, этого расстройства будет просто дальше расходиться кругами, и вы будете плакать долго. Вот, надо восхититься, но правильно, чтобы, так сказать, не усугубить, не создать, как говорят психиатры, гетерогению, понимаете. Так, значит, но я вам другое рассказываю. Вот, значит, было такое дело. Чувствуете, что мы из зума вышли, да? Когда я бы такое рисовал на доске? Что-то точно с ним уже не так, да? Ну, вот, значит, есть такой Тайби Келлер, который, значит, достаточно такой известный американский психолог, вот, который, значит, придумал типологию, вот, в рамках которой у него появились, значит, люди ориентированные на ценности, люди ориентированные на рациональность и люди ориентированные на эмоции. Да, значит, ну, и мне говорят, что бы это могло значить, вот, ну, в общем, вскрывалось все очень быстро, вот, потому что оказалось, что у него премия есть, хотел сказать, Роберта Бернса, Эрика Берна, вот, значит, значит, да, значит, который знаменитый, вы знаете, он придумал транзактный анализ, он написал книжку «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры», а на самом деле он был изначально психоаналитиком, написал, кстати, очень замечательное введение психоанализ, где он, ну, по человеческим языком объясняет все, что, значит, психоаналитики объясняют крайне сложным языком, вот, вот, и на самом деле это последователь, соответственно, этой школы, в которой у него, который вот из психоанализа создал свой, этот транзактный анализ, и у него, значит, такая опция родитель, у него взрослый и у него ребенок. Вы, наверное, слышали когда-нибудь такую классификацию, да? Это Эрик Берн, это вот этот Иси, вот. Ну, а откуда возникли эти персонажи у психоаналитика изначального Эрика Берна, они возникли из психоанализа. У нас тут Фрейд и Зигмунд, вот, это у нас суперэго, это у нас эго, это у нас иго. Слыхали слова такие, да? Ну, вот. Ну, прежде всего, понятно, почему типов должно быть три, потому что именно такие классификации утешиваются в сознании людей. Ну, вот. это важно понимать, что, о чем бы вы ни говорили, у вас способ сборки ограничен. Вы, когда собираете что-то, вот вы даже, если строите векторное кольцо и у вас там куча, факт-карту строить, векторное кольцо, у вас там куча всего на свете нагорожено, вы в любом случае должны будете это собрать, потому что ваша центральная исполнительская сеть способна оперировать только тремя элементами. То есть, решая задачу, вы большее количество элементов не сможете учитывать. Вот. Ну, на самом деле, Фрейд к этой тройственности, она у него, вообще он тяготел всегда к двойственности. Вот. То есть, у него, ну, или один, или два. То есть, у него там было либидо-мортидо, этот принцип удовольствия, принцип реальности. Да, вот. Значит, это вот единственная конструкция, которая получилась трехчленной. вот, значит, теперь вот, почему важно увидеть вот эту, почему это прикольно. Вот. У нас же тоже тройная сборка. Да? Сейчас я вам буду рассказывать немножко про вот это все. Вот. Вы будете чувствовать, так сказать, движение. Вот. Значит, ну, начнем с, ладно, начнем с Фрейда. уважаемый дедушку, черт делай. Вот. что такое, значит, у нас с вами эта классификация, да? Значит, эта классификация предполагает, что у вас есть вот некое ваше сознательное я, да, с которой вы защищаете, холите, лелеете и ощущаете как собственную самость, да? Значит, при этом у вас есть некое ценностное, высшее, дожествование, да, суперэго это Бог, да, это родитель, который говорит вам, значит, это хорошо, это плохо, сын, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот, Господь оставил заповеди, сказал, как себя вести, там и так далее, значит, и что такое вся христианская этика, да? Это борьба, это вот попытка эго получить благосклонность Бога, суперэго, для того, что исполняя его заветы, вот, но у эго есть проблемы, вот, и проблемы эти вот тут, вот, потому что у него есть шило в одном месте, вот, которое называется его влечениями, желаниями, там и так далее, вот, и, соответственно, они-то не позволяют нашему эго быть таким хорошим, как бы оно хотелось, ну, то есть, вот, хочется же быть, всех любить, да, всем помогать, быть добрым самаритянином, да, хочется же, эго очень хочет такое, быть хорошим, потому что суперэго скажет, вот, я же так заповедовал, вот, а тут вот, получается, раз, и хочется дать по башке кому-нибудь, потому что наехало мне куда-нибудь, на ногу, да, вот, и хочется сразу мартида, понимаете, включить, то было либидо, а тут пошло мартида, вот, и вот эта область, да, где у нас есть фактическое чувствование, оно постоянно не позволяет эго быть хорошим, да, все хотят быть хорошими, все хотят быть пригожими, в соответствии с действующей доктриной, да, значит, доктрина может быть разная, потому что она может быть социалистическая, да, коммунистическая, доктрина, да, что там все в коммунизм, там все от каждого по способностям, каждому по труду, там и так далее, все хотят быть прекрасными, замечательными коммунистами, но с завода все равно что-нибудь сопрешь, потому что, ну, все прут, и как же не это вы потом там опять, ну, понимаете, вот, свои 470 я завсегда добуду, как пелось в известной советской песне, антисоветской, я бы сказал, советской, антисоветской песне, да, значит, вот, соответственно, вот эта конструкция, какими мы хотим быть, какими мы должны быть, да, как внутренний императив, как требования интроицированные, то есть, мы взяли это от высшей функции и, как бы, полагаем, как истину, как то, к чему надо стремиться, и вот то, что нам не позволяет этого сделать, в этой драматургии проходит все от психоанализа до встречи в этих вот коробках, там, когда приходят на исповедь, вот, у католиков, вот, там они приходят, говорят, ну, мы в курсе, вот, тут такое случилось, в общем, прости, вот, вот, он говорит, ну, ладно, но не будешь, хорошо, все нормально договорились, вот, психоанализ также примерно работает, там только, прямо так, так, ух, ну, так, живее, вот, в этих коробках скучно, на диване вообще, у психоаналитиков веселее, вот, значит, возвращаемся, идем дальше, возвращаемся исторически, да, к Эрику Берну, значит, смотрите, он переименовывает все те же самые сущности, ту же самую сборку, где у вас есть то, как должно быть, да, это интроицированное внутрь меня требование к самому себе, родитель, да, значит, здесь есть моя вот эта самость, да, это взрослый, осознавающий, что есть требование и есть шило в одном месте, и есть инфантрибль, вот, вот в этот ид, это желание, потребность, влечение, там и так далее, это ребенок, да, ну, у Фрейда еще есть этот, так называемый, принцип реальности, принцип удовольствия, ид, вот это наше подсознательное, оно движется принципом удовольствия, цель видишь, задача ясна, вот, хочешь проявить агрессию, вот, это прояви, хочешь проявить любовь, вот это, прямо тут можешь далеко не ходить, вот, тут вмешивается принцип реальности, говорит, типа садют, если ты прямо сейчас кому-то, делаешь секир-башку, а кого-то сразу принуждаешь, так сказать, большой чистой любви на сеновале, вот, он, да, включается, и, значит, начинается здесь, включается принцип реальности, становится понятно, что прежде чем кого-то надо привить, надо сделать кучу всяких разных действий, подготовить это все дело, учесть, так сказать, где тебя будут разыскивать, вот, а если большая чистая любовь, то вот это надо букеты, конфеты, вот это все разводить, все, вот, 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 но, что делать? Принцип реальности, вот, вот они здесь, собственно говоря, находятся вискусе, значит, вот, соответственно, у нас то же самое, у нас есть взрослый, он ориентирован на реальность, в которой есть вот эти плюсы, минусы, там, и так далее, и она всегда, социальная, вот, вообще это эго, оно социальное, оно стоит между одним эго и вторым эго, и вот здесь этот взрослый, это то, что стоит между родителем, который дал указание, как должно быть, и ребенком, который не дает, так сказать, внутреннего спокойствия и хочет драматургии и действия, вот, ну и, соответственно, здесь уже ориентированный на ценности, это ориентирован на абстрактные схемы, да, вот, должно быть так-то, или там, это то, это все, чувствуете кого-то, нет? вот, эти ориентированные на рациональность, учитываем разные обстоятельства дела и, как бы сказать, чтобы всем сестрам по серьгам никто не обиделся, все были довольны, ощущаете, про кого речь, да, и ориентированные на эмоции, это должны, так сказать, чувства, переживания, страсти, там, и так далее, вот, поэтому мы достаточно смело можем порисовать к этому наших любимых конструкторов, центристов и рефлекторов, и дальше зачем важны такие упражнения? Вы можете таким образом увеличить объем ваших концептов, потому что у вас есть некий уже сформирован, как вы, вы читали сначала книжку троицу, читали, думаю, так, чем это, это кто, это я, я так, нет, это, вот это вот он точно, ага, вот это будет у меня, отвечать за рефлектора, этот будет у меня отвечать за конструктора, и там у вас три персонажа, которых вы, как бы сказать, четко сами для себя, вы их превратили в фигуры на доске, понимаете, и чуть что вы, значит, этого персонажа прикладываете, в каких-то местах оно прикладывается, а в каких-то куда-то как-то не очень работает, да, вот, потому что мы с вами живем старителлингами, мы с вами живем историями, поэтому для того, чтобы усвоить концепты конструктора, центриста или рефлектора, вот, нам нужно себе представить человека с его жизнью, его проявлениями, событийностью, там и так далее, и дальше мы с вами оказываемся заложниками этого своего видения, то есть мое представление о конструкторе, это вот там, условно говоря, мой участник группы троицы, который вот показал мне, что он конструктор, вот, а мое представление о центристе, это мой участник группы троицы, который в моей группе показал, соответственно, центрист. Это неправильно, да, потому что он, конечно, показал, но можно показать совсем по-разному то же самое, да, и вот это хороший пример Для того, чтобы с одной стороны понимать, что то, что вы видите в рамках своей практики, в рамках своей жизни, в рамках занятий, то, что вы видите внутри собственной головы, когда вы что-либо себе представляете, значит, вы можете оказаться вот в том самом цифровом аутизме. Потому что вы себе этот сторителлинг создали, внутри головы его себе нарисовали, и дальше вы ходите с этим персонажем, который у вас приговорен быть навсегда эталоном, значит, тех или иных, и прикладываете к людям, к другим. И они такие, знаете, как на овощи резки, что-то лишнее отрезалось, но зато вроде как центрист. Соответственно, нам нужно все время бороться с концептами и разрушать их. То есть не позволять им все время… Мозг хочет все автоматизировать. Он хочет все свести к какой-то ясной формуле. И проблема троицы как курса, как ступени Академии Смысла, она в каком-то смысле состоит в том, что вы научиваетесь видеть, но вы научиваетесь видеть в определенных проявлениях. Но проявление не есть существо. Существо, оно зависит от среды, от обстоятельств и так далее. Конструктор на троице, на ступени – это не то же самое, что конструктор, с которым вы работаете на предприятии. Это будет уже другое проявление конструктора, понимаете? Потому что он вам ничего не скажет. Потому что тут у него среда… У нас самые такие конструкторы-конструкторы способны социализироваться, а там не факт. Вот, значит, да. Поэтому и когда вы делаете вот эти развертки, вы смотрите. Это не равно, да? Если бы они были совсем равны, то не нужно было бы вводить других понятий. Значит, вот эта вся конструкция стоит на влечениях. Это вопрос влечений. И если вы ее сюда прикладываете, то вы можете видеть, что вот здесь вот влечения усиливаются вот сюда, ослабляются вот сюда. Прикладывая сюда, вы тоже получаете, что у вас чем вы выше, тем проявленность влечений, желаний, мотиваций в поведении меньше, и здесь больше. Здесь у вас, соответственно, центрическая конструкция. Здесь функция, значит, это построено на, как бы, стандартных поведенческих паттернах. Значит, потому что родители всегда пытаются быть родителями. Это поведенческий паттерн, да? И для того, чтобы вы увидели, вы видите здесь паттерн родителя, он при этом чуть-чуть сложнее, чем, да? Вот, вы здесь видите паттерн, ну, взрослого – это ребенок, который вырос, да, который сам готов стать родителем, но еще никому не диктует правила игры. Это тоже определенный паттерн поведенческий. Ребенок – это тоже поведенческий паттерн с его динамикой, с его реактивностью, с его ситуативными действиями и так далее. Вот, эта сборка, здесь вам говорят, ориентирована на ценности, ориентирована на реальность, на рациональность и ориентирована на эмоциональность. Что это такое? Это вообще система мотивации. Как мотивировать конструктора? Через, ну, ценности не в смысле утилитарном, да, а ценности – это абстрактные конструкции, которые можно вот поставить одну на другую и иметь их взаимодействие. Как мотивировать центриста? Через рациональность. То есть вы ему рассказываете, есть вот это, есть вот это, есть вот это, и у него в голове у самого складывается, потому что он сил не может, он хочет все сложить, чтобы у него сущность появилась, и все было понятно. Вот, поэтому вы ему это раскладываете, чем вы больше разложите, тем у него точнее будет. Ориентирована на эмоции. Ну, самый нехитрый, как бы сказать, способ. Ну, да, я понял. Очень хитрый способ. Ну, самый особенный и классный, вот. Всегда мечтал, но не могу. Вот, да, значит, соответственно, это просто пример, да, мы можем точно так же здесь, мы можем продолжить ряд? Вот. Значит, я вам, вы его и так продолжайте. Это у нас то, что мы считаем корковыми отделами, префронтальной корой, да? Это у нас лимбическая система, это у нас, ну, будем считать подкоркой, просто в лимбическую входит кора поясная извилина, приклиния там и так далее. То есть оно входит, вот, это то, что в ДСМ входит с точки зрения коры из этих базовых историй, прилежащая к подкорковым структурам, входит в лимбическую. А это там подкорка, это, условно говоря, ядра гипоталамуса и вся эта история. И мы, смотрите, видите как? А можем еще продлить? И вот это способ, которым вы можете увидеть сложность мышления другого. Вот представьте, что и его плюсы и минусы этого мышления. Представьте, что у вас есть конструктор. Он, значит, усвоил истину, да, у него суперэго, он знает, что теорема Пифагора, штаны во все стороны равны, и привет, вот, и замечательно. Вот, он воспроизводит чью-то ролевую модель. И это рулевая модель человека, который судит. Лавливайте. Это неплохо, но он выносит вердикт. У конструктора все просто. Взял, отрезал. Не подходит. Лавливайте, да? Значит, он ориентирован на ценности. То есть он идет куда-то к светлому будущему, которое должно быть формализовано. Если вы не создали светлое будущее, которое формализовано, вашему конструктору с вами скучно. Вы, этот, как его, попробуйте рефлектору формализовать светлое будущее. Он скажет вам, хватит, что я тут делаю? Да, значит, соответственно, вы, совершая вот эти дополнительные действия с другими концептами, с другими сборками, находя их в соответствии с друг с другом в каком-то там ключевом параметре, можете увеличивать объем понимания, значит, способа думания, мотивации, принятия решений там и так далее. Понимаете? Вот как будет рефлектор принимать решение? На влечениях? Ну, эмоции, мы считаем, их мотивирует. Как ребенок, потому что что делает ребенок? Он привлекает внимание, значит, если не получается, он, значит, устраивает эту сцену, я не такая, это как это, вот это вот. И завлекающим голосом, он говорит, уходите, уходите, да, вот это же история абсолютно детского поведения. Рефлектор, ну, как бы с точки зрения его принятия решений, он ребенок, у него может меняться настроение, он сейчас хочет, пойдем гулять, пойдем гулять, надо одеться. Зачем вы предлагали, да? Вот, значит, это просто вот, ну, вот, и это ваши возможности самостоятельные расширять, как бы разжижать, пытающийся схлопнуться концепт, который вы изучаете. Вот, и таких сборок может быть бесконечное количество, и просто вот, как бы осеменение, да, опыление вот существующих вот этих концептов какими-то дополнительными историями, понимая их биологическую, не биологическую, а их патогенетическое формирование, да, откуда возникло вот это? Это возникло из теории влечений, откуда это? Это возникло из ролевых моделей, люди, которые играют в игры, которые выиграют в люди, да, это возникла из системы мотивации, потому что он, собственно говоря, знаменит своей системой мотивации. А вот это возникло откуда? Из психиатрии, вы что, вы читали же книгу. Кто ее делал-то? Никакая низ же? Да, уловили, нет? Что вы такие грустные сидите, интересные люди? Мы улыбаемся. Улыбаетесь, но не видно. Так, ну что, рад был вас повидать. Все живы. Спасибо.